Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Основу мы с вами на финансовых рынках, чтобы оценить тот фундамент, который сложился за прошлую торговую сессию и взглянуть на перспективы ближайших дней. Нас особенно интересует среда, потому что завтра под закрытие дня по московскому времени в 22.00 мы с вами дождемся решения американского регулятора по поводу процентных ставок. Будем надеяться, что обойдется без каких-то эксцессов, сюрпризов. Будем надеяться, что наши с вами ожидания будут вознаграждены и мы получим первое за 2016 год и второе за последние 10 лет решение по нормализации денежно-кредитной политики. Что должно подстегнуть интерес к американцу и, соответственно, толкнуть доллар вверх, а рисковые активы вниз. Это, собственно, наши с вами долгосрочные ориентиры, которых мы придерживаемся и сейчас уже находимся в прямом смысле на финише. Я надеюсь, что наконец-таки сможем добраться до ряда тех целей, которые были обозначены ранее и сделаем это уже в предстоящей торговой сессии, может быть, даже до конца этой недели. Но обо всем давайте подробнее и конкретнее. Мы всегда начинаем с нефти, сейчас не будем рушить эту сложившуюся традицию. Хай вчерашнего дня 57.24, Клосс 55.40. То есть бренд скорректировался с локального экстремума, который был показан практически с открытия новой недели, открытие с ГЭПом мы наблюдали. Сейчас актив торгуется на отметке 55.57. Что касается такого интереса к нефти, мы в целом уже вчера его с вами разобрали. Вы понимаете то, что трейдеры были сфокусированы на очень важном событии, которое связано с рынком энергоресурсов. Это встречи в тех странах, которые не вхож в ближневосточный картель, которые должны были обсудить возможности присоединения к сделке из-за ограничения производства. Именно это и произошло. Я думаю, что никто не сомневался, что Россия сдержит свое слово, поскольку уже было отмечено, что если Саудовская Аравия, Ирак и Иран будут снижать производство, то Россия также поддержит условия подобной сделки. Ожидается, что к маю 2017 года Россия скорректирует по производству добычу на 300 тысяч баррелей в сутки. В целом на те регионы, которые не вхожи в ближневосточную организацию по снижению, приходится чуть больше 500 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, общий объем коррекции сейчас составляет около 1,7 миллиона. Можно сказать, что это примерно 1,5% от глобального предложения, которое имеет место быть. Если цель Саудовской Аравии была вовлечь в сделку опыта в России, чтобы жилось спокойнее, в плане того, что если были, вы помните, такие предположения, что Ближний Восток снижает производство, то России нет. Соответственно, Ближний Восток теряет долю на рынке энергососов, а те страны, которые при этом разделяли другую позицию, начинают эту долю занимать. Сейчас мы видим то, что полномерно коррекция будет идти со стороны всех ключевых производителей, но пока что особняком держится и продолжит держаться США. Кстати, именно Соединенные Штаты Америки по добыче нефти для нас являются угрозой, как для трейдеров, точнее не для нас, а для тех, кто верит, что бренд сможет оказаться выше 60 и закрепиться там и претендовать на более высокие ценовые сопротивления. Что касается, опять же, в целом сделки, конечно же, геополитическая ситуация и то, что страны, сбороны, нефтедобытчики, производители углеводородов договорились, это позитив. Но он будет позитивом долгосрочного характера только в том случае, если условия сделки будут соблюдаться и если мировая экономика будет расти. Пока что, видя те реальности и ту присутствующую на рынке конъюнктуру очень слабую глобальную о смысле по макроэкономической статистике, я не думаю, что мировая экономика сможет оклематься в ближайшее время. И так же, как у меня нет доверия к тому, что Ближний Восток будет соблюдать договоренности. Потому что, если бы были для этого хоть какие-то предпосылки, ОПЕК никогда бы не допустила переписи исторического максимума после предварительной договоренности, которая была сделана незадолго до встречи, которая состоялась в Вене ОПЕК. Но вместо того, чтобы придерживаться зафиксированного диапазона 32,5 на 33 миллиона баррелей в сутки, мы знаем то, что ОПЕК умудрился по добыче перевалить через планку в 34 миллиона. И, соответственно, опять же, говоря языком математики, очевидно, что 1,2 миллиона баррелей, которые планируют корректировать, будет недостаточно, чтобы решить проблему с перенасечением со стороны Ближнего Востока. Нужно снижать только со стороны стран ОПЕК, без расчета и без учета России, больше, чем на 1,7, на 1,8 миллиона баррелей в сутки, с Россией больше, чем на 2, соответственно. Сейчас этого нет. Я по-прежнему скептик, как и вчера отмечал, то, что если пробьем с вами поддержку 53,5 грамм первым, буду придать тех, кто станет продавать бренд дальше в расчете на то, что этот актив уйдет еще ниже. Сегодня у нас статистика API, запасы нефти от Американского института нефти, точнее, не сегодня, а переходе с торговой сессии вторника на среду. Может быть, этот релиз, который сейчас, возможно, недооценивается, может стать поддержкой для нашей с вами коррекционной идеи. Стоит только запасам чуть подрасти, потому что мы тут же будем говорить о возможности роста запасов по официальным данным. Что касается российской валюты, 61,21, мы сейчас против американцев наблюдаем на наших графиках, в наших терминалах, очень верили в поддержку 62, надеялись, что центральный банк даже не пустит пару ниже. Но никто не рассчитывал на такое беспрецедентное открытие, которое произошло на рынке углеводородов. И этот позитив тут же был отыгран с открытия российской валютной сессии в динамике российского валютного актива. Сразу же после того, как пошли на рынки разговоры о том, что рубль и целая пара юсдирал планомерно снижаются в поддержке в 60, я думаю, что вы следили за новостями. Буквально много было вчера. Снова значительных очередях в обменниках, то, что люди начинают скидывать граждане потребителей в валюту, запасаясь рублем, который крепчает на глазах и который будет планироваться самым крутым инструментом в 2017 году. Для меня на самом деле каждый раз, когда я наблюдаю нечто подобное, это является явным сигналом того, что разворот близок. И то, что если все так поверили в оптимизм касательно российского рубля, это сигнал, вы помните мои слова, спустя, скажем, некоторое время мы к ним вернемся, сигнал того, что это пиковое значение по укреплению российского валютного инструмента. И вслед за ним мы будем наблюдать дальнейший оправданный рост доллара и, соответственно, смягчение пары юсдирал, как уже, казалось бы, практически нереально. Сейчас значение 65-66, поскольку с текущей формы практически 10% получается девальвация рубля. Но все возможно, если Brent сейчас все-таки пойдет ниже, окажется ниже 54-53, будет претендовать на возвращение в район 50-ти, мы с вами будем делать ставку на неизбежную девальвацию российского валютного актива. Евро против доллара. Котировки 1.06.30. Я думаю, что сейчас в формате наблюдений можно сказать, что после ралли, которое наблюдалось на рынке, в целом, финансовых площадок, сейчас начинают господствовать и торжествовать уже некоторая осторожность. И вчера она была совершенно очевидно заметна. В частности, те, кто делал ставку на рост американцев в преддверии ФРС, конечно же, потермозили с развитием дальнейшего ралли, поскольку знают, что, несмотря на присутствующие оптимистичные сценарии по раскладу дальнейшего роста, есть и альтернатива. И эта альтернатива может быть связана с ослаблением доллара. И чтобы не попасть в просаг после того профита, который уже удалось себе получить, конечно же, многие трухнули и начали фиксировать профита. Фиксация профита всегда провоцирует обратное движение валютной пары. В данном случае USD и иена вчера корректировалась. То же самое можно сказать и про пару евро. После заседания четверга, заседания, выступления и итогов встречи Европейского Центрального Банка, все тут же поставили на ослабление евро. Это верный расчет, это правильный посыл и абсолютно оправданное направление. Но вы понимаете, что европейская валюта не может просто так вот сходу добраться до паритета. Возможно, потребуется проторговка, консолидация. Но изменять грамотному фундаментальному анализу и целесообразности и обоснованности того, что именно туда пары и двигатели не нужно. Уверен в том, что многие из вас находятся в коротких сделках, вы правильно делаете. Не позволяете рынку через локальное восходящее движение навязать вам обратную, соответственно, другую идею и убить в том, что европейская валюта будет расти. Ну, в частности, еще раз отмечу, в преддверии заседания ФРС те трейдеры, которые делали ставку на ослабление евро, понимают то, что может случиться так, что доллар просядет, а, соответственно, риск выиграть. Поэтому они также решили зафиксировать хотя бы части профита после распродажа с четверга, больше, чем на три фигуры. И фиксация этого профита уже по евро-доллару спровоцировала восходящее движение. Но есть и фундаментальный позитив, он итальянского происхождения. Италия сейчас имеет очень большой вес в плане генерации новостей, особенно после референдума. Мы говорили про риски политической нестабильности, даже поговорили о том, что к власти придет партия движения пятизвезд, ультра-радикалы, которые выступают против глобализации евро и, возможно, инициировать референдумы за вывод Англии состава ЕС. Сейчас этот негатив ушел на второй план, потому что вчера на рынке появились сообщения о том, что действующему министру иностранных дел Италии Гентилони предложили сформировать коалицию, большинство, которое не будет, скажем, подвергнута сомнением касательно легитимности. И задача у действующего министра иностранных дел – это повысить политическую стабильность и успокоить глобальные площадки. Соответственно, если это произойдет, мы уже не будем с вами говорить про радикальные сценарии, связанные с референдумом по факту выхода Италии из состава Европейского Союза. Мы будем говорить о том, что, может быть, с приходом новой власти будет отчасти и стабилизирован финансовый сектор. Вот, кстати, второй положительной новостью является заявление со стороны господина Вайдмана, который, как вы знаете, возглавляет Бондисбанк и является еще членом управляющего комитета Европейского Центрального Банка, который отметил то, что итальянское правительство вполне может помочь третьему по величине итальянскому банку Монте де Паши. Если тот не получит достаточной ликвидности от своих инвесторов, на самом деле цена вопроса очень высока – 5 миллиардов евро. Это много. Непонятно даже, с чего взят такой оптимизм со стороны правительства, где они возьмут деньги, чтобы спасти банк тогда, когда уровень государственного долга в стране просто катастрофический. Вы помните, после референдума мы с вами говорили, что политическая нестабильность, уровень государственного долга могут вообще нанести непоправимый сокрушительный удар по банковской системе и спровоцировать финансовый кризис в Италии. Сейчас на рынке, как я уже отметил, трейдеры стараются не раскручивать вот эту спираль негатива и работать пока с предварительными новостями и теми комментариями, которые на рынке есть. То есть, если раньше правительство отказывалось помочь, то сейчас они готовы реставрировать долги, если банк не наберет 5 миллиардов евро. В частности, в воскресенье данное критерное учреждение выступило с инициативой еще раз обратиться к своим инвесторам и предложить им такую идею, поменять облигации на акции. Один раз у них уже это получилось, тогда удалось собрать несколько лет назад больше миллиарда евро, но сейчас цена вопросов, как я уже сказал, больше 5 миллиардов. И скипсиса на рынке очень много, потому что, опять же, инвесторы не хотят менять долг, не хотят участвовать вот в этих операциях конверсии долга в акции, потому что не доверяют данному критерному учреждению. И опасаются то, что оно в любой момент может оказываться в состоянии неподвижеспособности и стать просто банкротом. Соответственно, с акцией уже делать ничего нельзя. То есть, данное предприятие, оно пока не пользуется успехом. Я уверен, что инвесторы не согласятся на такую сделку, поэтому мы с вами будем обсуждать, действительно ли правительство Италии поддержит ликвидностью этот банк. Пока позитив на рынке есть, фундаментальный, но говорить о том, что евро будет дальше расти, я бы не стал, потому что все-таки решение ЦБ продли действия программы количественного смягчения, пусть и в нестеки меньших объемах. Это ожидание повышения процентной ставки, политическая нестабильность, которая может еще проявиться по факту выборов во Франции, в Нидерландах, в Германии, это позже, в 2017 году. То, что будет толкать евро, и уже фактически выставил ковровую дорожку, чтобы евро-доллар смещался в уровне паритетного значения. Фунт против американца. Кокировки сейчас 1.2663, здесь новостей новых за вчерашнюю торговую сессию нету сегодня, у нас статистика по инфляции. Хотел бы вам предложить какую-то идею по поводу того, как действует с британцем сейчас, но реакция, опять же, трейдеров на макроэкономические данные в последнее время не совсем однозначна. Если раньше мы говорили о влиянии, собственно, позитивной статистики хороших данных на фунт с точки зрения условий для его роста, то, опять же, отсутствие правильной и логичной реакции на сильные данные по активности в сфере услуга в ходе прошлой недели мне сейчас не позволяет уже говорить о подобном сценарии. Я предлагаю пока следить за фунтом, ждать пока пар просядет как можно ближе к отметке 1.25 и выйдет из зоны восходящего канала. На дневках вы его сможете легко заметить и только после этого ставить, опять же, на ослабление, поскольку, как только поступит дополнительный негатив по принципу, мы увидим ослабление британца. Доллар японская, на части мы здесь уже поговорили, сейчас о котировке 115.35 доллар сопротивляется, понимает то, что должен расти, потому что, как ни у кого, есть для этого козыри и соответствующий фундамент. Но сейчас будет это трудно сделать, сейчас будет очень трудно закрепиться выше 116, поскольку впереди заседание ФРС и при всем оптимизме, ожидании 100% того, что ставки поднимут как минимум на 20-20 пунктов, есть и опасение того, что какой-то номер все-таки ФРС выкинет. Этот номер будет негативным для американца. Я думаю, что все-таки трейдеров, которые готовы рискнуть сейчас на рынке, будет больше. И сейчас они не будут мудрить, исходя из альтернативных сценариев, а попробуют выжать из американца по максимуму все, что только можно. То есть мы даже, возможно, до заседания ФРС можем увидеть еще локальный всплеск интереса к БАКСу и закрепление движения выше 116, может быть, даже 116,5. Ну а там уже все будет видно по факту решения. И, безусловно, трейдеров будет интересовать не только сама ставка, а те комментарии, которые сделает Джанет Ерин после публикации ставки. Эти комментарии будут касаться перспектив монетарной политики и того, что же будет происходить с краткосрочными процентными ставками в 2017 году. Сценариев несколько. Два повышения в 2018, четыре повышения в 2018. Либо три повышения в 2017, два повышения в 2018. В любом случае, это цикл ужесточения монетарных политик. Я предлагаю завтра, в преддверии ФРС, еще раз остановиться на этой теме, а сейчас не терять время, а просто следить за долларом и верить в то, что он будет расти. По остальным валютным парам, в принципе, все без изменений. Австралийцы и новозеландцы, воспользуясь слабостью доллара, немножко подросли, но наши цели не меняются, потому что мы верим в осилу доллара и верим в то, что так же, как и он помог рисковым максимумом, так же быстро способен и забрать те пункты, которые сейчас дал им набрать австралийцу и новозеландцу. Сегодня на азиатской сессии, после выхода данных по ручным продажам и промышленному производству Китая, статистика оказалась лучше прогнозов, мы понимаем, что валюты стран Океании, Австралии, Новозеландия и Китай – это тесное торговое партнерство. И когда мы получаем хорошие цифры по Китаю, мы отыгрываем позитивом через восходящие, опять же, краткосрочные локальные ралли в Австралии и Новозеландской долларе. Но это ралли, ключевое слово, краткосрочное, все может измениться в любой момент, и мы по-прежнему ждем. По Новозеландцу против доллара 0,70, по Австралию против доллара 0,72. Евросвисия 1,0779, карабкаемся понемногу, все выше и выше, и ждем, как и раньше, наши с вами цели 1,09. Если уж не слабость евро, то, по крайней мере, интервенции со стороны Национального банка Швейцарии помогут добраться до этого рубежа. Из важных событий сегодняшнего дня, в 12.30, уже совсем скоро, отчет по инфляции в Англии допускает то, что влияние на фунт может быть значительным. Но, скорее всего, фунт будет дальше придерживаться и двигаться на основании тех триггеров, которые пока нам трудно определить на рынке. Может быть, даже это основной акцент, сделанный на технику. Мы с вами ждем все-таки уровень 1,25 и уже с него продаем обретаться. 13.00 статистика по ЗИП Германии. Посмотрим на оценку бизнес-оптимизма в рамках ведущего локомотива валютного блока. Не думаю, что этот отчет сможет поддержать евро, поскольку сейчас, говоря про доллар и европейскую валюту, здесь уже все зависит от настроения по поводу несостояния промышленности и не по поводу оптимизма промышленников на предстоящие годы и по бизнес-среде, а настроение касательно, опять же, монетарной политики американского регулятора. Если будет больше сигналов поверить то, что ставку повысят и комментарии будут сделаны в более жестком ключе, мы увидим рост доллара. Соответственно, если рынок будет, опять же, сомневаться и предпочтет продавать на журнальных, а уже потом покупать на фактах, что не совсем освостно, тогда европейской валюте удастся еще немножко подрасти. Но это только краткосрочная динамика. Не путайте с долгосрочными трендами, которые мы с вами определили и которые дадут нам еще солидный профиль. Что касается, опять же, других отчетов, в 00.30, как я уже отметил, с вторника на среду, у нас еще запасов нет из США. Ждем, соответственно, локального макроэкономического релиза, который сможет поддержать нашу идею ослабления. Нет, я надеюсь, что запасы подрастут и мы получим небольшой линкл для коррекции, который будет реализован до конца этой недели. Ну а теперь, с вашего позволения, побуду я Санта-Клаусом или Дедом Морозом, как угодно, хочу обозначить два очень важных, на мой взгляд, сейчас бонус. Это 2017 бонус на пополнение, которые действуют в качестве подарков всем клиентам Амаркетс до конца, соответственно, 2017 года. Воспользоваться им можно сколько угодно раз. Еще делаю раз акцент на то, что сейчас рынки крайне интересны. Из-за того, что серьезнейшие макроэкономические события замыкают в 2016 год, волатильность в связи с этим возрастает. Вы сами все прекрасно видите. Валютные активы, которые обычно характеризуются незначительным диапазоном торговых, могут пройти по несколько фигур за день. И хорошо бы, чтобы эти движения в конечном счете были сопряжены, опять же, с тем направлением и тем подсилом, который мы с вами прогнозируем. Но волатильность, она по факту подразумевает доход как вверх, так и вниз. Поэтому нужно, чтобы депозиты были крепкими. А для того, чтобы увеличить их покупательскую способность, вам как раз и доступен бонус на пополнение в размере 2017. И также хочу отметить, что у вас есть отличная возможность выиграть iPhone 6s. Для того, чтобы получить его, достаточно зайти в нашу группу, собственно, любой социальной сети, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и сделать репост той самой акции 2017, о которой я вам рассказал. Что касается итогов розыгрыша 6 iPhone, то их я подведу после январьских праздников. И важный нюанс победителем может стать не только тот, кто сделает максимум репостов. Победителем мы будем выбирать рандомно. То есть шансы выиграть есть у всех. На этой позитивной ноте давайте тогда завершим наш сегодняшний брифинг. Всем спасибо за внимание. Увидимся, соответственно, завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok